Великолепное спасибо каналу Реальные Будни и изданию Ёшкин Крот за сжатое видео. Реальное мнение людей о Путине в преддверии федерального послания. Верите ли вы в обещание Владимира Путина? Когда не верила и не верю. Почему? Потому что он все врет. А помните портрет Путина в лифте? Пранк, после которого реально стало видно, как народ относится к Путину. Вот здесь примерно такого же уровня отношения. Че, телевизор не смотрите? Не смотрю и не хочу смотреть. А много ли у вас и знакомых, кто не доверяет Владимиру Путину? Все не доверяют, мои знакомые все не доверяют. Ну и сами понимаете, что Левада далеко не кристально чистый социологический центр. И часто был замечен в нелепых опросах с нелепыми результатами. Поэтому не 31%, а гораздо меньше россиян доверяют Путина. Не верю я. Ни одной минуты, ни секунды не верю. Он обманщик. Почему? Вы не смотрите телевизор. Вот действительно, вы не смотрите телевизор, и поэтому вы не верите Путина. В телевизоре-то объясняют, что надо верить Путину. Не объясняют, а зомбируют. Я его смотрю, но я не верю ему, потому что наша жизнь только с каждым днем ухудшается. Спасибо. Да. А вы почему не верите в обещания Владимира Путина? А что, вы верите еще? Вы почему верите, скажите? Я почему. Тетка собирает бутылки и объясняет, почему не верит Путину. Можно ухмыльнуться, но я сдержусь. Ты полностью растерял все доверие, и не только со стороны граждан, но и со стороны всего населения России. Вот в чем сила государства. Люди, как известный источник власти. Тебе это точно неизвестно, и твоим дружкам. Но я уверен, люди скоро вам напомнят, что они источник власти. Напомнят тем языком, который вы прекрасно понимаете. Дурак верит. Вы в смысле тоже не верите? Как это не верить? Вот так не верю. Почему? Ну потому что все брехня. Врет все время. Знаете, Путин как Николай Соболев. Если у Путина открыт рот, то 100% Путин врет. Обещает же, говорит, много чего исполняется. Что исполняется? Ничего не исполняется. Нет, не верю. Почему? Потому что... Как так можно? Ну слушайте, ну как так можно? Придешь в магазин, молоко сегодня по такой цене брал, на завтра приходишь, цена совершенно другая. Хлеб и тот дорожает. Владимир Путин сказал, что сцены будет сдерживать, чтобы они стояли на месте. И сдерживать. Никто пока порядка не будет в стране, до тех пор не будет с ценами порядка. Даже пожилые люди все прекрасно понимают, что от слов Путина ничего не изменится. Его заклинания как не работали, так и не работают. Вы доверяете Владимиру Путину? Нет. Что он обещал, выполнил? Удержать цены на продукты где? Они удержаны. Где? Они растут. Я каждый раз иду. Они отправлены в свободный полет. Свободный от конкурентной среды и рынка. Покупаю один и тот же пакет продуктов, все дороже и дороже. Что вы смеетесь? Люди уже воспринимают это как оскорбление. Вопрос, вы верите Путину? Я считаю, все те обещания, которые он давал в прошлом году и в позапрошлом, да и в принципе за все его правление, не выполнил он ни одного. Или только ряд, но частично? Нет. Не выполняется. Я вот пенсионерка, работаю. Уже шесть лет нам перерасчет не делает пенсионный фонд. А много ли у вас ваших знакомых, кто, примерно, не доверяет Владимиру Путину? Если он будет, конечно, на следующий срок, будет баллотироваться, пенсионеры за него не хотят голосовать. Ну, слушайте, ему-то какая разница, хотите вы голосовать, не хотите. Нарисует тот результат, который ему нужен. Лукашенко прекрасно с тремя процентами удержал власть силовым методом. Под послушное молчание белорусов, которые только две ночи реально противодействовали бандитам Лукашенко, а все остальное время руководствовались такими, как Медуза, такими, как Варламов, Кац, которые говорили, мирно, мирно, мирно давайте. Вас избивают, а вы мирно, мирно, мирно. Да. Как можно верить, если ни одно из обещаний он не выполнил? Нет. Нет, а вы? Да никто не верит. Нет. Почему не верите? Ну, потому что он уже очень много раз обманывал. Ой, нет, я не верю вообще ни единому слову. То, что он говорит, что обещает, с каждым годом ситуация в стране становится только хуже. Знаете, как было бы классно прервать послание Путина Федеральному Собранию и запустить на пять минут, настолько и длится этот материал, на всю страну этот видос. И все бы сидели, офигеть, не только я один не верю Путину, куча народа не верит ему. Взять только даже пенсионный возраст, да, увеличил его. Ну, и в принципе, для россиян, наверное, он не делает ничего, он только обещает. Я нет. Не, ну в принципе, можно назвать россиянами Сечина, Миллера, Рытенберга, Тимченко. Для них он делает. Как это? Не может быть. Ай. Не может быть такого. Почему не может быть? Вы телевизор не смотрите? Телевизор два года не смотрю. Откуда получаете информацию? Интернет. Да я давно не... Говорю, надо запретить интернет уже давно. Что с людьми-то делается? Путину не верят. Не верю, потому что он лжет. Вы телевизор не смотрите, да? Не, не смотрю. Поддержка Путина явно концентрируется в зонах, которые потребляют только ТВ-картинку. Те, кто потребляет еще другие каналы информации, там, как-то в интернете, в социальных сетях, смотрят видеоблогеров разных. Они сильно-сильно слабее поддерживают Путина. Если бы не Путин, мы бы уже давным-давно, наверное, стояли на коленях у китайцев. А-ха-ха, я-то думал у американцев скажет. А она про китайцев. Ну, не будем расстраивать. Или будем? Мы уже давно стоим на коленях у китайцев. Давно продаем за бесценок землю, лес и прочие ресурсы.